Как объяснить все то, что происходит в интернете? Или инструкция для начинающего интернет-эксперта? Все, что делает российская власть. Не только в интернете. Вообще все, что она делает. Она, конечно, делает не просто так, а для решения своих политических задач. Точнее, одной большой задачи. Люди, сидящие в Кремле, хотят законсервировать ситуацию, как она есть, и остаться у власти навсегда. Ну, так, надолго, как только получится. Именно в этом контексте, безусловно, надо рассматривать все их действия через эту оптику. Как это работает в отношении их интернет-активности? К нам, в Общество защиты интернета, как к экспертам, часто обращаются, журналисты прежде всего, объясните для кого вот этот закон, что он на самом деле значит. И сейчас вы от меня получите буквально на пальцах простую и понятную шпаргалку, которая позволит вам, любому из вас, очень быстро стать интернет-экспертом, не хуже нас отвечать на вопросы журналистов, понимать, зачем принимается тот или иной закон про интернет. Из вот тех десятков законов, которые приняты за последнее время. Давайте отмотаем ровно на 8 лет назад и вспомним митинги 2011 года. Сахарова, Болотная, вот это все. Когда сотни тысяч людей вышли на улицу, вышли и Владимира Владимировича Путина очень сильно испугали. Почему они вышли? Ну, вы знаете, потому что выборы были сфальсифицированы. Да, безусловно. Но еще и потому, что они впервые это увидели. Я вот, старый человек, был наблюдателем еще в 2007 году первый раз. В 2009 году, в 2010 был. Могу вам сказать, что те выборы в Госдуму 2011 года ничем не отличались от выборов 2007 года. Они были такими же грязными. Так же переписывались протоколы, так же вбрасывались бюллетени, так же фальсифицировались результаты. Разница только в одном. В чем разница между 2007 и 2011 годом? Что поменялось в мире и в России между этими годами? Очень просто. Семь букв будут ответом. YouTube. В 2007 году наблюдатели были изолированы маленькими островками в безбрежном океане фальсификации. Ты сидишь на участке, ты не знаешь ничего о том, что происходит на других участках. Вы не знаете ничего друг про друга. Вы не представляете себе масштаб фальсификации. В 2011 году благодаря интернету, прежде всего YouTube, все изменилось. Все увидели, как члены избирательных комиссий заслоняют с собой урны, запихивают туда пачки бюллетеней. Наблюдатели заливали свое видео в YouTube. И не только заливали, но находили там же, тут же сотни таких же видео с других участков. И у них складывалась в голове общая картина. В этом и есть магия интернета. Позже, как вы помните, Владимир Евгеньевич Чуров назовет эти видео снятыми на конспиративных квартирах и размещенными на серверах в Калифорнии. Но мы-то знаем, что на самом деле возможность увидеть целую картину происходящего дал нам тогда интернет. И вот это, конечно, а, очень сильно объединило людей в протестные движения, вывело на митинги. И, в общем-то, до сих пор мы являемся в каком-то смысле частью и наследниками этого протестного движения, вот, Чистых Прудов, 5 декабря, Болотные, Сахарова. А с другой стороны, показало Кремлю силу и возможности интернета. Очень сильно напугало его. Да, тогда это движение не было готово к победе. Но именно оно изменило, предопределило политический ландшафт России на долгие годы вперед. И внушило Кремлю серьезный страх. До этого власть считала интернет, конечно, какой-то игрушкой, каким-то заповедником для нердов. Местом, где непонятные люди занимаются непонятно чем. После выборов 2011 года и протестов власть увидела реальную угрозу того, что люди массово выйдут на улицу, потому что в интернете что-то увидят, потому что интернет их скоординирует или поможет им скоординироваться. И они увидели, где эта угроза гнездится. И поэтому, если мы посмотрим, чем занимался тот самый созыв Госдумы, который был собран благодаря фальсифицированным выборам 2011 года, который не зря прозвали бешеным принтером, так мы увидим, что именно он в первую очередь и принимал все эти безумные репрессивные законы в отношении интернета. Это первое важное наблюдение. Генералы, как вы знаете, всегда готовятся к прошедшей войне. И кремлевские генералы не исключение. Они, хорошо выучив урок 2011 года, решили сделать все для того, чтобы это никогда не повторилось, и интернет снова не стал катализатором массового протеста. И надо сказать, что, скажем, в 2016 году у них все получилось. Там много было факторов, страна еще не отошла от посткрымской эйфории, политически Путин и Кремль еще не потеряли контроль над ситуацией. На своих высоких рейтингах они без особого труда с обычным, невыдающимся масштабом фальсификации обеспечили для себя желаемый результат. Но время идет быстро, и вот скоро наступит 2021 год. Всего полтора года до выборов осталось, до следующих выборов в Госдуму. Полтора года это немного. В Америке, в других странах, как вы знаете, в это время избирательные кампании уже в разгаре, и в России, на самом деле, тоже. Уже округа делят, уже думают, кто где будет избираться, как все будет устроено. Но на этот раз для Единой России ситуация выглядит совсем не так хорошо, как раньше. Объективно, их рейтинги крайне низки. Объективно, умное голосование, конечно же, создает им огромные проблемы. И нет никаких оснований полагать, что все это как-то, само собой, решится и рассосется к сентябрю 2021 года за оставшееся небольшое время. Если пустить ситуацию на самотек, ну, с точки зрения кремлевских администраторов, то да, Единая Россия рискует лишиться большинства в Госдуме. А к этому они, конечно, не готовы. Особенно с учетом грядущего 2024 года, который тоже совсем уже скоро, когда предстоит то ли транзит власти, поиск преемника, то ли какая-то конфигурация сохранения Владимира Путина власти. Но, в любом случае, это будет довольно стрессовая ситуация. И кремлевские политические менеджеры прекрасно понимают, что делать это с неподконтрольным им парламентом будет очень затруднительно. Поэтому, вот положа руку на сердце, лично я считаю, что принципиально решение о фальсифицировании в 2021 году принято, уже принято. Во-первых, они по-другому не умеют. А во-вторых, ну, они понимают, что без этого конституционного большинства Единой России не натянуть. Но теперь им предстоит довольно сложную задачу сделать на нынешних-то рейтингах. Сделать так, чтобы этого никто не заметил, и чтобы люди из интернета не вышли на улицу. Если повториться ситуация 2011 года, тут эффект протеста может умножиться в несколько раз. И протестная волна может оказаться гораздо мощнее, ну, по ряду очевидных факторов. Проникновение интернета сейчас примерно вдвое шире, чем в 2011 году. Политизированность и интернета, и страны в целом существенно выше. Да вообще, последние протестные волны показали, что вот вся эта история, в том числе история про выборы, перестала быть локальной, вышла на всю страну. А если 2011 год все-таки был таким московским протестом, то 2017, 2018, 2019 годы показали, что, в общем-то, во всей стране назрело. Назрело. Поэтому, если вас зовут Сергей Кириенко, то у вас сейчас главная такая головная боль. Чтобы фальсификации были и дали нужный результат, и чтобы никто про них не узнал. Вот под это уже почти 10 лет, по сути, да, с 2011 года, готовится законодательная база. И об этом надо, в первую очередь, вспоминать, когда вам видится, когда вы видите очередной, на первый взгляд, странный, идиотский, необъяснимый, безумный законопроект. На самом деле, все логично. Надо просто себя поставить на их место. Знаете, как делают в криминальных романах, чтобы поймать преступника, надо думать как преступник. Ну вот, давайте сыграем с вами в эту игру, сделаем такое упражнение. Вы, единороссы, извините, извините, пожалуйста, представьте. Вам надо удержаться у власти и сфальсифицировать выборы. У вас есть несколько способов это сделать. Первый способ. Сделать так, чтобы о фальсификациях было страшно рассказывать. В интернете, прежде всего, конечно. Чтобы не было вирусного эффекта, которые в свое время производили эти ролики в 2011 году. И, кстати говоря, нельзя думать, что эти ролики больше никого не удивят. По сравнению с 2011 годом, целое поколение избирателей сменилось. 2011 и 2021, 10 лет, это значит, что четверть избирателей, это новые люди, и, прежде всего, молодые люди, которые ничего не знают об 2011. И они увидят эти ролики, если они будут, и о них возмутят не меньше. То есть этого нельзя допустить. Значит, надо принять ряд законов. Собственно, тех законов, которые вам уже хорошо известны. Про фейк-ньюс, про обязательную регистрацию блогеров, про ограничения для СМИ, за любое нарушение наказывать огромными статичными штрафами. Смысл такой. Это должно работать так. Чтобы человек, который публикует любое видео или любой текст в интернете, стал думать. Блин, а если завтра ко мне придут и скажут, что я распространил недостоверную информацию, или нарушил какой-то другой закон на распространение информации в интернете, придется заплатить сотни тысяч рублей штрафа, которых у меня нет. На суд, на справедливое разбирательство тоже никакой надежды нет. Все знают, как работают наши суды. И у тебя появляется такая вторая мысль. Блин, слушай, а так ли мне это надо? Ну, ладно. Может, в конце концов, кто-то другое публикует. На самом деле, вот так работает запугивание людей в связи с публикацией в интернете. И оно работает абсолютно точечно. Ну, то есть, они же приходят, на самом деле, арестовывать за слова в интернете. И штрафовать не каждого. У нас, в Общество защиты интернета, на сайте есть такой проект, карта интернета депрессии. На ней мы собираем все случаи привлечения к ответственности за слова в интернете. И за последние два года таких случаев было чуть больше тысячи. Честно говоря, это не очень много. В России 100 миллионов интернет-пользователей, из них может быть 15-20 миллионов политически активных, и тысяча случаев преследований за слова в интернете на 20 миллионов пользователей. Ну, слушайте, шанс стать жертвой ДТП или просто полицейского насилия на улице гораздо выше, чем шанс сесть за репост. Но им удалось, к сожалению, правда удалось, добиться того, чего они и хотели. Чтоб люди боялись, чтоб люди думали, а готов ли я это залайкать, готов ли я это запостить или ретвитнуть. А скорость, с которой информация распространяется, критически зависит от того, сколько человек нажмет на кнопку поделиться под каким-то постом или под каким-то видео. Арифметический пример, да, очевидно. Если на каждом шаге репостят двое, то через 20 шагов пост или какой-то элемент контента увидит 2 в 20-й, миллион человек. Если половина, один из этих двоих, боится и не репостит, думает, пусть это сделает кто-то другой, то через 20 шагов этот пост увидит 20 человек. Да, вместо инициальной прогрессии получается арифметическое. И мы это видим, к сожалению, на самом деле информация больше не разлетается, как горячие пирожки, информация протестная. И это значит, что расчет власти сработал. Как только им удается чуть-чуть сбить скорость распространения, уже не возникает вирусности. И таким образом ситуацию получается держать под контролем. Сложно для человека не запостить видео какой-нибудь охренительной фальсификации с какой-нибудь подписью типа «Они охренели в конец». Но теперь, когда это многотысячный штраф за оскорбление власти и многотысячный штраф за распространение недостоверной информации и что-то еще, и у тебя рука тянется к репосту, возникает мысль, может, лучше ничего не делать, ничего не писать. И так вот работает эта политика государственного запугивания, государственного терроризма в сфере распространения информации. Такую систему государство создало точечным избирательным правоприменением. И в итоге каждый человек чувствует, что он может оказаться одной из жертв этой системы, что он в опасности. Это первое. Второй способ, который есть. Не забывайте, да, мы все еще играем в эту игру, представляем себя единороссами и думаем, как бы нам распространение информации в интернете проконтролировать. Второй способ, это ограничить распространение информации, конечно, техническими средствами. Вот все эти шатдауны, DPI, сармы, ревизоры и так далее. Мы в Обществе защиты интернета считаем, что вопреки широко бытующему мнению, никакого отключения российского интернета от глобальной сети не будет. Помните Екатерину Шульбана с ее знаменитым резиновым штампиком. Этого не будет. Во-первых, это, к счастью, невозможно практически технически. Для этого у власти нет ни средств, ни инфраструктуры. Можно затруднить работу интернета, ограничить доступ к конкретным ресурсам на какое-то время. Но в целом поломать российскую сеть, как показывает другой проект общества защиты интернета, индекс связности не получится. Российский интернет достаточно хорошо интегрирован в мировую глобальную сеть. И китайский сценарий у нас работать не будет. Ура! Более того, китайский сценарий не устраивает и власти. В России все-таки очень много завязано на интернет. Мы все-таки в этом плане вполне себе развитая страна. Без шуток. Это хорошо. Мы в последнее время часто слышим, и мы в обществе защиты интернета много мониторим, про такие штуки, как отключение интернета правительству. Это было в Камеруне, в Зимбабве, в Конго, в Того, недавно в Ираке и в Иране. В России было в Ингушетии. Везде. Поднимается волна политических протестов. Власти вырубают рубильник, чтобы этот протест погасить. В современном мире же как все устроено. Пока новость в интернете не появилась, ее не существует. В Твиттере не написали, Твиттер выключен, журналисты о митингах не написали, так их просто и не было. Власть спокойно их разгоняет, подавляет, расправляется с протестующими и с неугодными. Но если трупы на улицах некому сфотографировать, тоже как бы их и нет. В России такой сценарий все-таки представить сложно. Да, мы оптимисты. Все эти перечисленные страны, во-первых, отличаются от России очень сильно тем, что в них есть этот рубильник, за который можно потянуть. Как правило, один государственный телекомоператор с единственным каналом связи за пределы страны и в офис этого телекомоператора приходит и рубильник выключает. В России такого рубильника чисто физически нет. Во-вторых, и это даже важнее, в этих странах интернет развит очень слабо, в большинстве из них, и от него ничего не зависит. Россия в современной стране в этом плане с выключением интернета перестанут работать банки, биржи, онлайн-кассы, аэропорты, самолеты перестанут летать. Ущерб экономике будет нанесен в процентах от ВВП, куда больше, чем выключение рубильника наносит ущерба экономике Того или Камеруна. В этом смысле нам повезло, что Россия технологически развитая страна. Это дико повышает стоимость интернет-шатдауна для власти и правительства. И это хорошая новость для всех нас. Безусловно, конечно, они и дальше будут пытаться ограничивать и в том числе развивать технические меры. И в отчаянной ситуации власть пойдет, наверное, на какие-то крайние меры. Ну, по крайней мере, мобильный интернет, как мы видели по летним протестам в Москве, они умеют отключать. Но вероятность того, что это случится, невысока. И они это понимают. И то, что мы видим сегодня, это то, что власть ищет решения для точечных отключений. Ставят DPI, больше контроля трафика, большего записывают. Они ищут решения, которые позволили бы им заблокировать определенный контент. Идеальная картина мира для них, когда все работает, но плохих для них роликов в YouTube нет. Они понимают, что разломать весь интернет дорого и больно. И надо научиться убирать ненужные видео или каналы из YouTube, из Instagram, не отключая целиком. В конце концов, в российском YouTube 40 миллионов ежедневных пользователей. Попробуйте отключить мультики и увидите миллионы родителей, которые будут очень недовольны. Хочет ли власть, у которой низкие рейтинги, ссорится с десятками миллионов, а политичных пользователей интернета и YouTube, сомневаюсь. И в развитых странах, в странах с развитой интернет-инфраструктурой, мы видели это, как попытки отключить массовые сервисы вроде YouTube или WhatsApp, в таких странах, как Бразилия и Турция, приводили к многомиллионным митингам и к тому, что власть им нужна была откатиться назад, потому что люди выходили реально на улицу, создавая такую предреволюционную ситуацию. Поэтому мы исходим из того, что в самом вероятном сценарии на 2021 год они будут пытаться отключать точечно и договариваться, конечно, договариваться с интернет-компанией, с Google, с Facebook, чтобы те удаляли то, что не нужно, но не будут стрелять себе в ногу, ссорясь с аполитичными пользователями интернета. Думаю, что в Кремле это прекрасно понимают. Ну и, конечно, у вас, мы все еще играем в игру, как будто вы из Одиной России, всегда есть привычный и проверенный вариант украсть денег. Нет ничего, что партия власти делала бы без этого. И если вы все еще не знаете, чем объяснить то или иное решение, ну просто вспомните принцип Follow the Money. Безусловно, украсть денег это такая важная, всепоглощающая идея власти. Вот и все. Поэтому в итоге смотрите на любой законопроект и мысленно раскладывайте его по этим трем векторам. Запугать, наложить технические ограничения, украсть денег. Вы увидите, что любую законотворческую идею можно свести к одному из этих факторов, к двум из них или комбинации всех трех факторов. За любым нововведением в области интернета стоит и в ближайшие полтора года, потому что нет ничего важнее задачи консервации власти, не будет стоять ничего иного, кроме трех идей. Держать людей в страхе, чтобы они ничего не распространяли, блокировать неудобную информацию точечно и красть деньги. В каком-то законопроекте будет больше первого, в каком-то больше второго, в каком-то больше третьего, но все, что происходит, будет полностью описываться комбинацией этих трех векторов. Давайте разберем на нескольких простых примерах. Вот тот самый закон о фейк-ньюз, принятый в марте этого года за распространение недостоверной информации, сайт любого СМИ могут немедленно заблокировать по указанию Роскомнадзора, а обычного человека оштрафовать на сумму от 100 до 400 тысяч рублей. Что мы здесь видим? Сочетание первого и второго способов. Власть хочет запугать пользователей и точечно блокировать неудобные ей материалы. Или вот, например, законопроект о пользователях электронной почты, который предложил небезызвестный нам сенатор Клишас. Он хочет, чтобы вы, заходя в почту, в обязательном порядке указывали свой номер телефона, привязывались, ну, тоже понятно. Создать ощущение страха, вам будет казаться, что вас можно точно идентифицировать и почтовые сервисы, может быть, смогут заблокировать отправку писем вам, в которых есть якобы запрещенная информация, ну и, конечно, там не обойдется без большого количества установки специального оборудования у провайдеров и так далее. То есть, конечно, говорится-то, что это якобы для борьбы с терроризмом, но на самом деле тут комбинация всех трех векторов, чтобы вы помнили, что в случае чего за вами вычислят и придут первый фактор, второй фактор, чтобы иметь возможность фильтровать контент, который вы получаете, и третий, да, чтобы украсть денег. Или вот совсем свежий закон про признание любого человека иностранным агентом, если вы получаете деньги из-за границы в любом качестве и пишете что-то в интернете. Ну, здесь удивительно для Единой России. Воровства денег я вроде не вижу, хотя наверняка там будет увеличение штатов Минюста и Роскомнадзора, но безусловно здесь первая составляющая, составляющая запугивания и ограничения вирусности и скорости распространения информации играет решающую роль. Таких примеров еще много и вы все их знаете. Закон о обязательной установке российских приложений, новые смартфоны, закон о штрафах и сохранении персональных данных не в России, закон об анонимайзерах. Каждый раз, когда вы видите эти законы, не забывайте о всех и исключительных трех причинах для их появления. О деньгах, которые нужно, чтобы их исполнять, ведь часто нужно дорогое оборудование, которое готов поставить очередной друг Путина, о запугивании простого человека и о технических мерах блокирования информации. Все! Видите? Вот так просто. Вы теперь, поздравляю, политический эксперт в области российского интернета не хуже меня, не хуже любого из сотрудников общества защиты интернета, не побоюсь этого слова, не хуже Екатерины Шульман. Можете смело давать свой телефон журналистам, заводить блог на Ютьюбе, отвечать на любые вопросы о том, что значит очередной законопроект. Вот это и значит. Так что вот мы вам все и объяснили. Не дайте себя одурачить, не дайте себя ввести в заблуждение красивыми словами про борьбу с терроризмом и что-то там еще. Все задачи, которые решает партия власти и все цели, которые она преследует, сейчас сугубо утилитарны. Как-нибудь сделать так, чтобы в 2021 году можно было спокойно фальсифицировать выборы, но люди, чтобы при этом не вышли на улицу. Так отвечайте на это соответственно. Готовьтесь выходить на улицу, записывайтесь в наблюдателя, принимайте участие в умном голосовании, делайте все необходимое для того, чтобы а. в 2021 году Единая Россия проиграла, и б. чтобы об этом все узнали. И тогда у нас все получится.